Победителем личного первенства России по спидвею среди спортсменов до 19 лет, которое прошло в Тольятти, стал представитель Владивостокского Востока Павел Лагута. Серебряная медаль у еще одного приморца Марка Кориона. Лагута, который является племянником известных гонщиков Артема и Григория, начал эту гонку не очень удачно. В двух из пяти заездов он финишировал вторым, в трех пришел первым и в итоге набрал 13 очков. С таким же результатом финишировал еще один представитель Владивостокского Востока Марк Корион. В результате в споре за золото они встретились на треке, где сильнее оказался Павел Лагута. Мы очень гордимся нашей школой спидвея. Результат дает о себе знать. Главный тренер Игорь Столяров уделяет молодежи много времени. Рады и довольны, что наши дети так едут. Мы мегаладовцам утерли нос. Местные гонщики Роман Лохбау и Глеб Чугунов не смогли ничего сделать. Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в пятом городском турнире по футболу среди дворовых команд. Он пройдет с 21 по 25 августа на одном из пришкольных стадионов. Принять участие приглашаются футболисты двух возрастных групп. Младший до 15 лет и старший до 18. В составе команды должно быть от 7 до 12 игроков. Заявки принимаются до 14 августа. Готовясь к предстоящему турниру по футболу, ребята, проживающие в районе Бухты Тихая, объединились в команду «Лотос». Они ежедневно тренируются на пришкольном стадионе школы номер 33 и даже завели свою страницу в социальной сети ВКонтакте. Победители будут награждены кубками и медалями, остальные участники – грамотами. Первенство Приморского края в классе кордовых моделей прошло во Владивостоке на кордодроме Краевого детско-юношеского центра. Двухдневные соревнования проводились с целью популяризации и развития автомодельного спорта, повышения уровня спортивного мастерства, выявления лучших команд и сильнейших спортсменов Приморского края. Соревнования по автомодельному спорту в классе кордовых моделей проходят в Приморье 60-х годов 20 века. В соревнованиях участвовали спортсмены из Владивостока и Арсеньева 10-17 лет, занимающиеся в автомодельных кружках школ и в учреждениях дополнительного образования. Олег Завьялов, Новости спорта на восьмом.